Ребята, ребята, сегодня я проверил 5 багов, интересных багов в Брукхенгах, которых вы могли не знать. Первый баг довольно интересный, называется он Бесконечная Лестница. Что это за баг и как его сделать? Все очень просто, нам понадобится лестница, ну точнее стремяночка, да, вот таким вот образом. И вы с помощью этой штуки можете творить интересные вещи, нам также понадобится еще спальный мешок. Вообще можете попросить друга, если у вас есть, если нет, мои соболезнования. Что вы делаете? Смотрите, ставите лестницу вот таким вот образом. Далее поднимаетесь наверх и ставите спальный мешок вот сюда, таким вот образом. И ваша задача лечь в этот спальный мешок. Далее, что вы делаете, ребята, сейчас будет самое интересное. Вы удаляете лестницу, но вы также остаетесь здесь, да, и вы после этого можете поставить лестницу прямо к себе на пузо. Смотрите, как это делается. И вот таким вот нехитрым движением, ну тут зависит от вашей ловкости, и я ни разу не практиковался. Но суть в том, чтобы вот так вот, видите, запрыгнуть, да, и повторить процедуру. Смотрите, опять ложимся. Вот таким образом. Далее убираем лестницу, поднимаем ее вот сюда. Ставим вот так, таким вот образом, и забираемся. Главное это делать аккуратно, не свалиться. Опять же, ставим вот сюда спальный мешок. Вот таким вот образом ложимся. Убираем лестницу. Смотрите, как мы уже высоко лежим. Это просто офигенно. Я не знаю, ребята, вы если такое на паблике провернете, человеки, которые там играть будут, они просто в шоке будут. У них слюни потекут от того, что это происходит вообще, что за магия, да. Никто не знает, но как это объяснить, ребята, очень просто, да, с помощью лестницы. И таким образом вы можете прям небесную лестницу сделать. Прямо отправиться туда, куда хотите, на самом деле. Вот таким образом. Оп. Главное не упасть. Ручки должны быть не кривые, они должны быть прямые, иначе у вас ничего не получится. Если вы пытаетесь это сделать на телефоне, мои соболезнования, скорее всего, вы его уже об стену разбили. Если нет, продолжаем, значит, следующий баг проверять. Но перед тем, ребята, как мы перейдем к следующему багу, у меня для вас огромная просьба. Поддержать мой второй канал Brice Place. В описании на него будет ссылочка. Выглядит он вот таким вот образом, ребята. Обязательно подписывайтесь. У нас почти уже 11 тысяч, давайте попробуем добить 11 тысяч подписчиков. И у меня здесь выходят абсолютно разные игры по Роблоксу, не только, но пока что будут выходить только по Роблоксу. И я очень хочу, чтобы вы поддержали мой канал, зашли, посмотрели видосы, полайкали, покомментировали и предложили, какие игры еще поиграть в Роблоксе, чтобы было вам интересно. Может быть, какой-нибудь опрос создать, либо что-то в этом роде. В описании будет ссылочка, обязательно заходите. Ребята, подписывайтесь и помогите продвинуть этот канал. Будет очень весело, потому что у меня очень много игр, в которые я хочу поиграть в Роблоксе. Следующий баг, ребята, у нас очень-очень простой, но очень интересный. И это реально баг. Реально баг, это было не задумано. Ой, не сюда иду. Выходим, идем вот сюда. Нам нужен Club Brics. Вот сюда заходим. Поворачиваем. Я думаю, вы уже знаете, что это, но этот баг на самом деле очень прикольный. Садитесь на диван, и у вас каким-то волшебным образом в кармане оказывается, что диван, диван в руках. Да, ребята, вы можете вот так носить диван, и более того, вы можете это делать на одной руке. А если вы нажмете F, то вы можете еще кого-нибудь ударить им по голове, что очень интересно. Но тут еще есть прикольная штука. Если мы будем с вами доставать и прятать диван, смотрите, что будет. Он меняет свой скин на абсолютно рандомное дерьмо. Посмотрите, что происходит. Смотрите, вот такой скин, пожалуйста, вот такой. Вот что это такое, я не понимаю. Чипсы какие-то, либо что, я не понимаю. Какие-то текстуры здесь супер странные. Ладно, вот это у нас текстура чего? Правильно, это у нас, смотрите, текстура один в один, как у растений. Это просто офигенный, я не знаю, что это за баг. И каким образом так вообще получилось? Смотрите, даже Coca-Cola есть. Я не знаю, бульфпакова платит за рекламу Coca-Cola или нет, но вряд ли. Но, ребята, это просто офигенно. Также на этот диван может сесть другой игрок, и вы можете сделать диванную башню. Поэтому попробуйте, напишите потом в комментариях, получилось у вас это сделать или нет. Но баг реально суперинтересный. Для следующего бага, ребята, нам понадобится что? Новый дом. Ну, как сказать, новый дом? Любой дом вообще, да? Поэтому давайте поставим какой-нибудь дом. Ну, например, вот такой. Переместимся туда. Вот таким вот образом. Кстати, если кто не стал, вы можете менять дома. Если у вас куплен дом, вы можете его менять, даже не отходя от кассы. Можете даже не приходить сюда. И нам нужен бассейн. Давайте проверим, тут есть бассейн вообще. Серьезно, я создал дом без бассейна? Офигеть, вот это повезло, конечно. Давайте, не знаю, другой какой-нибудь. Давайте, я не знаю, где точно будет бассейн? Вот тут будет точно бассейн. Я надеюсь. Да, я вижу бассейн, отлично. Суть этого бага очень проста. Но у вас должен быть премиум, потому что без него баг не получится. Поэтому заходим, спускаемся сюда. Так. Оп. Заходим сюда. Смотрите, у нас появляется такой бассейн. Что вы делаете? Вы его активируете таким образом. Можете здесь плавать. Но суть бага в чем? В том, что если вы нырнете внутрь и потом сделаете вот так. В смысле? А как жить тогда? И как вы видите, ребята, у нас проблемы. Бассейна нет. А мы остались под бассейном. Как такое может быть? Все очень просто. Мы удалили бассейн и сами остались внизу. Есть даже такой фильм, где пару девок застряли под бассейном закрытым и пытались выжить. На самом деле очень интересно. Я не знаю, ребята, как жить под таким бассейном. Но вот так вы можете, например, ваших друзей подкальнуть, затроллить, закинуть, например, их под бассейн. Они такие, что за фигня? Вы можете написать, Витек, давай, запрыгиваю туда в бассейн. Я тебе сейчас прикол покажу. Он запрыгивает, а вы ему бац и жопу прижимили этим бассейном. Я считаю, очень интересный баг. Нужно попробовать. Напишите в комментариях, знали вы про него или нет. Следующий баг очень интересный. Для этого можно удалить дом и отправиться в... Ой, не сюда. Отправиться в... Тотово же. Квартирку. Для того, чтобы побыстрее переместиться. Потому что я идти не хочу. Что мы делаем дальше? Я забыл, что хотел вам показать. А, вспомнил. Вспомнил, вспомнил. Для этого бага нам понадобится... Байк. Любой. Может такой взять. Неважно. Так, он создает, смотрите. Не понял. Вы же делаете здесь, молодой человек. Ладно, наверное, это безопасно. Что это? Ладно, хорошо. Пусть будет так. Пусть будет так. Надеюсь, он не вывалится по дороге. Короче, что вы делаете? Вы садитесь на этот байк. Далее вы должны заехать внутрь вот этого салона красоты. Заезжайте вот таким вот образом. И тут у нас, смотрите, здесь много разных приколю. Например, вошхэр. Да? Но это все не работает, когда вы на байке. Но! А здесь есть такая штука. Помыть голову. Вы на нее нажимаете. Смотрите, что происходит. Я нюхаю жопу своему ребенку. Посмотрите. Но вы теперь катаетесь так. И получается вообще абсолютно какая-то лютая дичь. Что за говно? Ну, короче, вот таким образом на байке вы можете ездить на спине без рук. Я не знаю, чем я управляю. Возможно, силой мысли или силой колен. Но вы так можете забагать свое тело на байке и ездить и удивлять людей. И все будут думать, что вы придурок. Да. Но мы плавно перемещаемся к следующему багу, который находится вот прямо здесь. Все, что вы делаете, это можно оставить товарища вот так вот тут стоять. Можно, в принципе, ему джакузи устроить вот таким вот образом. Все. Я только что убил своего ребенка. Ну, ладно, неважно. Пусть будет. Что у нас здесь, ребята? Здесь у нас трамплин. И трамплин это самая баганая вещь, которая здесь есть. Что нужно сделать? Все очень просто. Вы заходите сюда, прыгайте, спокойно прыгайте, да? Но в один прекрасный момент вы можете забагаться. Чтобы ускорить этот процесс, вы можете, например, нажать анимацию. И произойдет вот такое. Смотрите, мы летим как... Я не знаю кто. Воу, аккуратно. Так, смотрите, как мы высоко взлетаем, ребята. Это супер прикольный баг. И прикол в том, что у меня получилось вот так взлететь настолько высоко, что я даже карту Брукхейвена не видел. Поэтому, если у вас есть возможность попрактиковаться, попрактикуйтесь, и у вас все получится. Вот такие секреты, ребята. Такие баги. Не забывайте про мой второй канал BracePlay. Я буду вас там ждать. В описании будет ссылочка. Обязательно подписывайтесь.